Микрофинансовые организации заработали себе дурную славу небезосновательно. Многие знают о большом количестве недостатков займов в МФО. Большие проценты, скрытые пункты в договоре, методы взыскания задолженности и многое другое. Но тем не менее, темпы микрокредитования в некоторой мере уже обогнали банковские показатели в России. Для многих людей микрофинансовые организации стали спасением, когда не хватает денег до зарплаты. Но с чего началась история развития МФО, как организации помогают россиянам, какие есть негативные стороны и как их избежать? А также расскажем, как заемщики улучшают свою кредитную историю благодаря МФО, но в то же время банки не желают выдавать кредит бывшим клиентам микрофинансовых организаций. Наша статья рассматривает обе стороны медали МФО. Подробнее читайте в полном обзоре.